С вертолета в самую гущу пожара. Багучанский район Красноярского края. Здесь уже несколько месяцев полыхает тайга. Спасать ее направили 85 алтайских огнеборцев. Здесь они развернули палаточный лагерь и приступили к борьбе со стихией. Вручную копали ямы, чтобы остановить пламя. Так, мы работаем. Траншевра. Всего было 8 групп, до одной, кстати, пламя все-таки добралось. Спасателям пришлось экстренно эвакуироваться. Эвакуация. Полная эвакуация лагеря. Огонь в 30-40 метрах от нас. Палатки сгорели. Никто из спасателей, к счастью, не пострадал. Сегодня, когда уже все позади, пожарные вспоминают самые страшные моменты командировки. Тушим, проливаем с ранцами. И тут мне показалось, что сверху. Я говорю, о, пацаны, вертолеты сейчас будут на нас сбрасывать воду. А они говорят, нет, это верховой пошел. Бежим, бегом. Верховой пожар опасен тем, что в считанные секунды распространяется по ветру. От него не просто скрыться. Нашим огнеборцам по-настоящему повезло. Повезло и местным жителям, так как они были достаточно далеко от очага возгорания. Тушение осуществлялось в глубокой тайге. Ближайшие населенные пункты, там деревни были, находились в 10-8 километрах. А животные? Животные, животные, они как бы более приспособленные, чем люди. Они уже от запаха гари ушли в более безопасные районы. Алтайские спасатели со своей задачей справились. За две недели потушили более двух тысяч гектаров леса. Минувшие выходные вернулись домой к родным и близким, которые ждали и переживали. Муж тушил пожары, беспокоились? Конечно, переживали, потому что несколько дней вообще не выходили на связь. А когда вышел на связь все-таки ваши эмоции? Ну, слезы, счастье. Как пояснили в федеральной службе МЧС, на сегодняшний день удалось снизить площадь пожаров в два раза. Правда, цифра до сих пор внушительная. Прямо сейчас горит почти полтора миллиона гектаров. В Алтайском МЧС пояснили, что если ситуация усугубится, то силы спасателей вновь будут брошены на борьбу со стихией. Валентина Аскерова, Николай Шелко. День с толком.